Здание школы номер 6 – бывшее общежитие для семинаристов, еще дореволюционной постройки, поэтому заявлять претензии на него – право церкви. Так говорят сегодня в епархии. Сейчас 35 семинаристов вынуждены уютиться в неприспособленных помещениях, и возвращение в исторически родные пенаты выглядит вполне логичным. Победа в арбитражном суде, впрочем, это лишь утверждение права. Церковь еще может отступить. Я думаю, эта проблема имеет альтернативные варианты решения. Это возможно в случае, если администрация предложит какие-то равнозначные варианты замены, где действительно могла бы разместиться семинария, где мы могли бы предпринять то, для чего, собственно, это здание просим. Ради чего жители начали собирать подписи, тоже понятно. Эта школа единственная с углубленным изучением французского. Здесь знания получает 600 ребят. Понятно, что за них вступились и народные избранники. Позиция КПРФ сегодня довольно категорична. Как уже неоднократно заявлял губернатор, Рязани сегодня не хватает 12 школ. Поэтому идею искусственно превращать эту дюжину в чертову дюжину коммунисты не поддерживают. Я считаю, что здесь надо четко администрации города понимать свои обязанности. Если церковь согласна на то, чтобы не забирать по закону, как они говорят, здание школы, чтобы не копить у нас 13 школу, необходимо, значит, администрации города найти приемлемое здание для РПЦ, для 35 семинаристов. А вообще я считаю, что нужно прекратить русско-православную церкви, пытаться отнимать здание через суд или другими способами. И вот это засилие церквей, оно, наверное, не совсем нужно в нашем светском государстве. Тем более, если они покушаются на школу, на то здание, на то заведение, которых у нас нехватка в городе Рязани и Рязанской области. Рязанская мэрия сегодня объявила, что подаст апелляцию до конца месяца. При этом чиновники уже ищут подходящее помещение для семинарии. Это именно тот путь, на котором настаивают сегодня в КПРФ. А значит, коммунисты снова сыграли на опережение.